Легендарное музыкальное произведение, известное во всем мире наравне с такими композициями, как «Прощание славянки» и «Амурские волны». На сопках Маньчжурии, написанное Ильей Шатровым на Волжских берегах, дала людям силы в самые тяжелые жизненные моменты и до сих пор находит отклик в сердцах миллионов россиян. Три произведения, переживших своих создателей, давно обрели популярность далеко за пределами нашей страны, ежегодно исполняются на крупнейших музыкальных площадках, какой стала Самара в день проведения фестиваля духовых оркестров. Мы в очередной раз подтверждаем свой неформальный, но справедливый статус культурной столицы Получья, но и учитывая то творчество, которое оставило нам в наследие Илья Матвеевича Шатров, мы, конечно же, должны всемирно развивать музыкальный, военно-оркестровый, духовой бренд Самара. В этом году фестиваль впервые провели на федеральном уровне. В завершающий день культурной программы организаторы и участники собрались в мэрии Самары для того, чтобы обсудить развитие духовых оркестров. Поговорили не только о возможности обучения школьников игре на музыкальных инструментах в рамках объявленной президентом программы «Десятилетие детства». Отдельно коснулись вопросов подготовки специалистов в музыкальных училищах, приумножения кадров и создания библиотек для исполнителей. Возможно, отметили собравшиеся, стоит вернуться к опыту предшественников и вспомнить о программах развития духовых оркестров, разработанных еще в советское время. В день фестиваля на сопках Маньчжурии в Самаре работали 17 музыкальных коллективов. Лучшие из них были награждены дипломами и ценными подарками от главы Самары Елены Лапушкиной. В их числе Ульяновский духовой оркестр «Держава», образцовый показательный оркестр войск Национальной гвардии, оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга и многие другие. Мероприятие прошло с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Ольга Павла, Константин Головин. События.